В этот субботний день Бабия Лето просто шептала выйти на прогулку. Некоторые участники спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню Ходьбы, начали собираться в парке культуры и отдыха раньше его организаторов. Представители различных спортивных секций, муниципальных районов, республики, жители Черкеска все без исключения пребывали в прекрасном настроении. Особенно учителя, которые в этот день отмечали еще и свой профессиональный праздник. Часто вы занимаетесь это, ну, не во Всероссийский день? Мы учителя начальных классов, как вы думаете? У нас каждый день спорут. С 8 до 5 вечера ходим, стоим, бегаем. Концелировать детей же надо, не дай бог, что случится. Вот и все время в форме. Настроение хорошее. Детки думают, что сегодня будет такое соревнование, призовые места. Думали, ну, это не то соревнование, конечно, просто ходьба и том. Главное не победа, а участие. Да, главное участие. Ну, детки же такие, они хотят призы, не призы. Сами пойдете? Да, конечно, со своими детками я тоже пойду. Обязательно. Салам, Москва, Чайского района! Всероссийский день ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех». Главные цели – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности в любом возрасте и пропаганда здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это там надо правильно питаться, не лениться ходить на тренировки. Однако, чтобы быть в хорошей физической форме, совсем не обязательно истязать себя занятиями в тренажерном зале или диетами. Особенно это касается людей старшего возраста. Вот лишь несколько интересных фактов о ходьбе. Один час пеших прогулок в день снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы на 70%, улучшает работу пищеварительной и кровеносной системы, держит мышцы в тонусе, укрепляет кости и суставы. Во время ходьбы способность к творческому мышлению возрастает примерно на 60%. Кроме того, пешие прогулки не требуют финансовых затрат, превосходно снимают стресс и поднимают настроение. В той или иной степени мы все занимаемся ходьбой, когда идем на работу, домой, в магазин, но ритм жизни в 21 веке заставляет все-таки чаще пользоваться транспортом. Ученые подсчитали, что современный человек за всю свою жизнь проходит в среднем 24 тысячи километров, в то время как в начале 20 века люди проходили в три раза больше – 75 тысяч километров. Для наглядности, это без малого два раза вокруг Земли. Участники же этой акции шли вокруг воды, по периметру Большого прудопарка. Ну, а у этого респондента я просто не могу не взять интервью, поскольку это моя мама. Тамара Хусиновна, поделитесь мыслями. Какие мысли? Мысли положительные, настроение отличное. Ходьбой занимаюсь все время, я каждый день. И сегодня присоединилась к этой акции, Всероссийский день ходьбы, чтобы принять участие. Это все полезно для здоровья, очень хорошо. Я смотрю, вы вырвались вперед даже, опередили молодежь. Да, несмотря на свой возраст, я в первых рядах. Но здесь уж воистину главное было не победа, а участие. Хотя призы от организаторов все-таки были предусмотрены. Их обладателем мог стать каждый, кто пересек финишную черту. Если ходить пешком на дальнее расстояние, такие рюкзаки просто незаменимы. Все, похлопаем победителю. Ему очень повезло. Вы сами видите, сколько участников. Тимофей? Да, Тимофей. Это тебе подарок. Молодец. Спасибо. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok